Такие прикольные глаза, это такой фильтр интересный, типа он делает один глаз голубым, а другой, как знаете, там в какой-то известной модели. Забавно. И, сука, лицо, конечно, такой тонко, будто я просто вся в тоналке. Забавный фильтр, конечно. А шея удается. Смотрите, а шея супер белая. На самом деле я тоже загоревшая, просто не так сильно. Я приехала попить вкусный кофе. Всем здрасте. Хочу вам показать сейчас место, подождите секунду. Здесь у меня вентик стоит. Тут собака лежит. Обычное балийское кафе. Все кафешки на Бали приблизительно одинаковы. Куча-куча летает. Там змеев. Ой, вообще. Это кафе Авокадо Фэктори. Я безумно люблю авокадо. Но я сюда приехала просто попить кофе, потому что мимо проезжала. Музыка такая просто кайфовая. Я вообще в этом во всем живу уже, сколько, седьмой год пошел. Для меня это настолько привычно. Я вообще не понимаю, как можно по-другому жить. Всегда хотела по-честному, всегда хотела свинтить из России и из Москвы. Не люблю Москву. Никогда не любила. Вообще никогда. Вообще не понимала, за что ее можно любить. Это бетон. В Москве можно любить людей. Все. И какие-то воспоминания. И то воспоминания, ну как бы так себе. Очень, на мой взгляд, очень серый, очень невзрачный, бетонный город. Сплошной муравейник из множества коробок. Вот. Все. Ничего красивого нет. Выдающегося, какой-то выдающейся архитектуры. Ну да, есть какие-то дома единичные, да, там сталинские. Какие-то университеты. Ну это единицы. Очень нравился старый Арбат, когда он был еще очень старым. Все. Больше ничего не нравилось никогда. Больше нравился Питер, как ни странно. Он более душевный. Ну и Москва нравилась ночной. Любила тусить. Вот мне принесли кофе. Но после путешествий я поняла, что, бля, Россия некрасива. Ну, то есть, Россия красива единичными местами. Там, Алтаем, да, я не знаю. Ну, какими-то вот такими природой, да, она красива. Но города в Москве, в России, они убогие. Уж простите, я говорю как есть. Я путешествовала по России, по нескольким городам, и мне хватило. Я поняла, что в России, ну, нету красивой архитектуры. Ну, нету, блядь, красивых мест. Ну, нет. Есть природные красивые места, и все. А вот вообще там Сингапур, возьмите, да, как город. Достаточно красивый. Прага, Италия, Португалия. То есть, вот это красивая архитектура, друзья мои. Вот там приятно. Приятно гулять, приятно, как бы, да, быть. Вот. Индонезия мне нравится своим деревенским стайлом, да. То есть, здесь нельзя строить дома выше пальм. Вот, поэтому здесь 3-5 этажей максимум. Здесь нету зимы, нету осени. Здесь всего два сезона. Сезон дождей и жара. Все. И безумно нравится природа. Все. И, ну, и как бы, и как бы все. А жить в городе, меня постоянно, мне очень часто. Питер, я же говорю, Питер, мне нравится атмосфера. Ну, я тоже бы в Питере не могла жить. Там такая погода, блядь, жопа просто. То есть, я дожди, конечно, люблю. Но я люблю дожди, знаете, какие теплые. Я люблю тропические дожди. Я не понимаю, как бы, почему людей... Хотя нет, я понимаю, после просмотра фильма про КНДР, называется «Под лучами солнца», я поняла, почему люди патриоты. Это вложено людям в мозг, и это не выбить из головы. Я человек мира. Я вообще считаю, что люди должны быть... Человек мира. Ты, типа, где родился, там и пригодился. Я вообще не понимаю такой хуйни, если честно. Мне вообще непонятно это высказывание. Никогда не было понятно. Я не понимаю, почему так люди так мерят. Мир такой огромный. Столько возможностей. Путешествую не хочу. И, типа, закрывать себя в каком-то одном месте. Но мне кажется, это так глупо. Вот это Собакевич вообще мне очень нравится просто. Вот. И поэтому для меня... Вот, блядь, где тебе комфортно, там и живи, друзья мои. Живите там, где комфортно, там, где вы счастливы. Вот. Там и стоит жить. А не там, где ты родился, блядь, там и пригодился. Мечта... Мечта у меня... Создать себе условия, чтобы комфортно передвигаться по миру. Без ограничений. Вот это моя мечта. То есть, иметь доход, да, пассивный. Чтобы... Вот и я. Иметь доход пассивный, чтобы... Просто мне... Я не люблю снимать себя, когда я там пью или ем. Не, я не веган. Я ем рыбу. Отлично. Я вообще интуит. Интуитивное питание у меня. Вот. Максимальное счастье, это в свободе передвижения. Я иначе вообще не понимаю. То есть, когда у тебя нет свободы передвижения, ты раб по факту. Ты принадлежишь какой-то одной стране, страна тобой владеет, государство тобой владеет, да, и ты ни хера не можешь с этим сделать. Когда у тебя есть свобода передвижения, я когда путешествую, путешествую, я себя чувствую настолько комфортно. То есть, для меня вообще передвижение... Здесь все очень спокойно. Вот. Конечно, я много занимаюсь. Здесь все очень спокойно, очень тихо, нету паники. Люди живут свою обычную жизнь. То есть, как бы, все, все супер. Вот. Здесь, ну, понимаете, дело в том, что я не знаю индонезийский язык, слава тебе Богу. Поэтому я не знаю, что происходит у них в стране в плане новостей. Мне это не интересно. И поэтому я хз. Может, у них здесь какая-то жопа, но я об этом не знаю. Я вообще не смотрю новости. Никакие. И все новости я узнаю там от, блядь, блогеров каких-то. Да, благодарю. Да. Вот. Поэтому, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что... Самое важное, что у человека есть, это свобода. Свобода быть собой, свобода самовыражения. Вот. И это самоуважение. Вот. Самоуважение у людей, к сожалению, отсутствует. Особенно в стране России с самоуважением очень плохо. То есть, я периодически к ним присылаю какие-то письма. Я их хочу... Иногда мне хочется очень легко опубликовать. Чтобы вообще просто люди знали, типа, вообще, как бывает и что у людей в голове. Но потом я понимаю... А, кстати, и часто такое бывает, что я выставляю куда-то в сторис какие-то такие злобные письма. А потом люди, которые это пишут, жалуются на мои сторис за то, что, типа, там, я их выставляю в нехорошем свете. Такое тоже бывает. Так вот. И самоуважение, самоуважение, это ощущение ценности себя. Вот. Могу вам на сто процентов сказать, что, ну, из ста процентов опрошенных, да, мной будет, если мы сейчас тест проведем, я думаю, что из десяти человек только один, максимум два, два человека имеют самоценность, самоуважение. Самоуважение очень сложная вещь, сложно достижимая вещь. Самоуважение очень сложно, особенно в нашем обществе, особенно, когда ты родом из России, к сожалению. В России твою самооценку ломают с самого детства, начинают этим заниматься, ну, как бы, родители, потом начинают заниматься этим школой и потом общество в целом, да. Вот. И мы все, ну, мы все продукты той системы, в которой мы родились. А родились мы на руинах Советского Союза в большинстве, да. Кто-то и вообще в Советском Союзе умудрился родиться и даже долго жил. Там вообще просто, ну, как бы, там вообще все очень сложно. И поэтому, ну, вот, когда люди, там, оскорбляют, пишут какие-то гадости про твою внешность, вот. Очень, ну, таких людей жалко, грустно, потому что такие люди находятся просто на дне какого-то интеллектуального, культурного, на дне культурного развития. И страна Россия этим славится, она славится дном, культурным дном. Вот. И поэтому вот даже, например, попиздеть, не камушки ворочать. Слушайте, я своим пиздобольством зарабатываю больше, чем многие... Многие. Мой хороший. Поэтому тебе бы тоже научиться языком работать. Может, тоже бы начали бы зарабатывать нормально, а не у меня на странице сидеть и про пиздобольство говорить. Ты научись вначале пиздоболить, как я, а потом с тобой потрещим. А то, знаешь, такие пиздоболы, как ты, они что-то пиздят. А сделаешь совместный эфир, говоришь, ну что, чувак, давай выйдем с тобой в прямой эфир совместный. Может, что-нибудь там попиздим. Не-е-е. Кишка тонка. Сыкуны. В основном вот такие, типа, люди, это сыкуны, патриоты, патриоты сыкуны. О, блядь, это же еще и патриот, смотрите. Он же еще и патриот. Путин, блядь, пиздец. Все, это вообще клиника, клинический случай. Да, ну это Россия. Россия, Россия. Это великая, блядь, страна. Страна-то, может, великая. Только вот у руля не те люди. Поэтому, поэтому вот так. Так вот, и вот это вот человеческое дно культурное, да, они как бы, эти люди что пытаются сделать? Когда вы встречаете таких людей, эти люди, у которых самооценка на дне, ну то есть прям нища, вот. Эти люди пытаются унизить другого человека и за счет этого выехать, то есть самому самоутвердиться, вот. Это в основном как бы вот хейтеры, да. Хейтеры, они, в принципе, только этим и живут. Они, в принципе, просиживают свои жопы на диванах, пропердывают свои диваны, голосуют за Путина. Ну, это такие великие, это великие люди. Вот на этих великих людях держится вся страна. Все научные открытия, производство, литература, философия держатся на великих пердунах критиках, реально. Вот это просто, эти люди, они движут всю страну вперед, конечно же, вот, куда же без них. И поэтому им ничего не остается, то есть из-за того, что нету самореализации никакой. Самореализация, это же сложно, это же надо напрягаться, это же нужно заниматься, это же нужно умные книжки читать, может быть, даже психолога посещать, потому что, ну, скорее всего, таким людям надо посещать психолога. Вот, заниматься своим телом, своим сознанием, да, образоваться, путешествовать, изучать языки. Вот, им, то есть, как бы, вот, это сложно. Поэтому лучше же, конечно же, сидеть и поливать грязью других людей, и самоутверждаться, выезжать за счет них, тем, что, ну, пройтись по их внешности, да, например, это самое одно, блядь. Вот, и вот они за счет этого думают, что они, как бы, выросли, свою самооценку повысили. На самом деле это говорит о том, что, как бы, человек находится в полнейшей жопе, вот, в моральной, психологической жопе, потому что взрослый, морально созревший человек, морально зрелый, да, мудрый человек, он вообще никогда не скатится до уровня оскорблений, вообще, просто классный. Да, она, мы с ней были на Аппениде, прям совсем недавно, я думаю, вы видели, мы посетили невероятные места, офигенные просто, просто, вот, вот, мы спустились на пляж, куда очень было сложно спускаться, вот, но, так как я человек, который за движуху всегда, если я куда-то приезжаю, мне нужно максимально, блядь, навяжение, то есть мне нужно забраться на вулканы, я посетила здесь, я поднималась на самый высокий здесь, ну, как бы, на самый, самый высокий вулкан, на огонь поднималась, вот, потом мы были на трекинге в Непале на пять дней, мы просто ходили по горам, офигенно. На серф даже вставала. Сейчас у меня в планах это подняться на Риджане и снова, наверное, поедем в Непал, а еще очень хочу в Новую Зеландию, она здесь недалеко, ну, как недалеко, нормально, вот, но доступна, и поэтому мы сейчас планируем, я сейчас планирую, либо это Непал будет, либо Новая Зеландия, но в принципе то и то мне нравится, вот, и это будет гид, гид, не книга, а гид. Я очень люблю Движ, вот мы съездили на Пениду, сейчас собираемся на Яву, снимем тачку на неделю, джип возьмем и поедем. На Яве мы тоже были, мы поднимались там тоже на Иджин, это один из самых крутейших вулканов в мире. Это, короче, вулкан серный, там добывается сера, и он входит в книгу рекордов Гинуса по добыче серы. Вот там серное испарение, нереально круто, то есть мы пока поднимались, мы просто охуели. И на Броме, действующий вулкан, который извергается, мы тоже поднимались прямо к кратеру, и он гудит, и ты как стоишь, и там валит этот фар сера, вот, мы там были три раза, вот, офигенно, нереально круто. И вот сейчас поднимемся на Риджане, еще очень реально крутой, это Агун, конечно же, это самая высокая точка на Бали, и самый высокий вулкан, были еще на Батуре, вот, и, короче, по хуям прыгает. Мой молодой человек, я замужем, 12 лет за одним человеком, и я как бы прыгаю только на одном хую, а вот ты, судя по всему, изо рта кое-чего не вынимаешь, потому что, ну, прям, прям, такая хуйня у тебя изо рта летит. Да, Непала-то тоже любовь, еще мне еще понравились Филиппины, ну, Филиппины тоже пиздато. И в Австралию тоже хотим, в Австралию на тачке хотим поездить, в Австралию здесь вообще 4 часа лететь. Вот, поэтому в Австралию полетим, тоже, думаю, сейчас границы, когда там откроют, потому что по бизнес-визе мы можем влететь и вылететь, то есть здесь как бы есть офигенное вложение инвестиций в бизнес, вот, ты здесь вкладываешься в землю или в бизнес, вот что мы сейчас планируем бизнес-визу делать, и, соответственно, ты можешь и вылетать, и вылетать, то есть никакой карантин у тебя не работает, поэтому все решает деньги, дорогие, дорогие. Я сатана, да. Ну, я вообще никак не реагирую. Как бы это самые счастливые люди, которые всю свою жизнь живут чужой жизнью, обсуждают других людей. Жалко, что они живут такую жизнь никчемную, к сожалению. Ну, типа в обсуждении какой-то Маши, девочки, которая живет на Бали, и вот он сидит и меня обсуждает везде. Посмотрите, он сейчас свое время, которое бы мог потратить, я не знаю, на какие-то свои важные дела, ну, на себя, да, он сейчас сидит у меня, слушает меня и меня обсуждает. Вот это грустно. То есть, как бы, ну, вот так живет многие русские. Это самые крутые патриоты, кстати. До сих пор здесь. Ой, такие люди. Мне сегодня тоже девочка написала, тоже там какое-то письмо, я говорю, хотела выставить. Так она написала мне, не поверите, она на меня не подписана, но она, так как она мне написала письмо с каким-то... Как я сейчас вам скажу, это будет интересно всем. Фейсбук, так как сейчас, ну, фейсбук, вон же видите, да, он там топит за все, за... Значит, этих не оскорбляй, тех не оскорбляй. Короче, сейчас очень круто стали делать, и скоро фейсбук хочет перевести инсту на такую штуку, что уже сейчас это делается, оно тестится. Короче, любые виды оскорблений, если тебя оскорбляют, пишут тебе оскорбительные письма, пишут тебе оскорбительные комментарии, или там, вот точно так же, да, в прямом эфире, ты делаешь скрины того, что тебе написали, отправляешь в службу поддержки, уже так делали. Отправляешь в службу поддержки, вот, и служба поддержки штрафует этих людей, и штраф начисляется тому, кого оскорбили. Ну, типа, поэтому хотят сделать ID номеран, то есть люди... Вот, и, короче, я знаю, что... А сейчас как связь? И, короче, любые, скоро любые оскорбления, неважно, ну, то есть просто оскорбления, они будут, ну, как бы облагаться налогом, назовем это так. То есть люди будут платить штрафы за то, что оскорбляет других людей. Вот, это хотят уже теститься, такая штука в Америке теститься, и там уже, то есть вообще пиздец там реально. И, короче, вот, хейтеры скоро просто, ну, я не знаю, чем они будут заниматься, потому что с них будут их будут не просто банить, а, во-первых, регистрация будет более сложная, да, и... Я уверена, что скоро просто будет все привязано к ID номеру, там, я не знаю, ну, вот там, ты зарегистрировался, да, в инсте, и все твои данные, там, паспортные данные, ну, короче, все данные, чтобы не было фейков. Сейчас к этому вот инстаграм, фейсбук уже к этому идет, они уже там какую-то новую систему сейчас проверяют, вот, у меня чувак в Америке живет, он такую хрен, ну, хрен не такую сказал. Вот, и скоро любые оскорбления, неважно, ты имеешь, то есть ты возможность имеешь их склинить, отправлять службу поддержки, вот, с указанием, и будут вычислять этих людей, и, то есть там, уголовные дела будут на них заводить. То есть потому что это как бы, ну, вот там, вот такая вот херня, уже в Америке это, там, в Америке вообще боятся такие вещи делать, потому что там по IP номерам людей находят. Вот, да, и, типа, скоро люди просто будут платить, ну, типа, хочешь оскорбить, заплатить денег, типа, хочешь мне что-то плохое сказать, там, заплатить 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. То есть и за счет хейтеров, ну, блогеры будут просто обогащаться, то есть и скоро хейтеры просто нас будут кормить своим поносом, прикиньте, это же будет охуенно. Ребята, это будет так круто, я буду настолько, да, пожалуйста, оскорбляй только плоти, это очень честно, ну, то есть это будет настолько честно, что, причем я делаю уже скрины многих. Вот, и все, типа, как бы, и у вас, у всех скоро. Да, это будет реально, я же говорю, скоро же будет делаться не так. Регистрация самих, поэтому сейчас чистки очень жесткие идут, чистки, чистки, а почему инстаграму, не придет ему пиздец. За все надо платить, люди. Мне интересно, Давид, почему ты считаешь, Давид, что ты можешь абсолютно спокойно оскорблять другого человека? Ты чем-то лучше? Ну, просто мне интересно, Давид, вот ты сейчас об этом рассуждаешь, уже ты, как бы, мне написал отброс общества, то есть ты переходишь на личности. Неужели ты считаешь, что, как бы, тебе, например, не может в ебло полететь, прилететь за это? Вот я тебя запомнила, да, например, у меня есть друзья, что если я заморочусь, Давид, просто заморочусь, вот, например, я контужу на нагволу, заморочусь, заплачу деньги, ну, 100 тысяч рублей, например, 200 тысяч рублей, это небольшие деньги для меня, заплачу и увидим определенным, да? Я, Давид, найду тебя, ну, не я найду, а мои друзья хорошие, у меня есть такие, да, вот, которые на нагволу за деньги могут просто отметелить. И, например, они тебя просто так отметелят, снимут все это на телефон и еще и просто, типа, выложат это все, вот. И, ну, не просто выложат, а если они тебя еще и отымеют, например, резиновым членом в рот, представь, все это снимут и выложат. Как ты, интересно, будешь потом с этим жить, это первый момент, если ты думаешь, что сейчас за деньги можно сделать абсолютно все. И за деньги можно, ну, просто реально оприходовать кого угодно, кого угодно, поверь, делаются заказухи, делаются просто только так. Вот, а ты, тем более, засветился, Давид, и вот мне, и как ты потом будешь, то есть ты считаешь, что ты можешь безнаказанно, абсолютно безнаказанно оскорблять других людей, тебе за это, типа, ничего не будет. Поверь мне, будет. Хотя кто-нибудь тоже, ну, очень хорошо так, это школьник, а я даже не смотрела, а вы заходили к нему? Да, они в сети-то все, да, я же говорю, что таким людям в итоге прилетают очень сильно, вот, и пару раз потом, да, были такие люди, что мне тоже писали, типа, там, бля-бля-бля, там, извини меня, я там это не хотел, тра-ля-ля, вот. А вы посмотрели, кто такой Давид? Я просто не смотрела на его страничку, но я же говорю, что... О, чеченец. Слушай, чувак, ну, для чеченца ты просто быдлятина. Ты такое быдло. Ты из аула? Ну, если... А, ты чеченец, ты из аула, ты животное. Кто не сосал? То есть, либо ты кому-то сосешь, я не знаю, либо тебе давно не сосали, то есть тебя, это больная для тебя тема, правильно? Грустно? Нет, я этим не буду заниматься. Этим занимают специально обученные люди, дорогие мои. Я так и не занимаюсь. Чеченец пришел ко мне. Знаете, это когда приходят к вам в гости, например, кстати, к вам приходят в гости и начинают у вас квартиру выносить, ну, например. Что вы будете предпринимать? Вы будете стоять, смотреть и да-да-да, давайте вот еще вам вот, возьмите, заберите вот это, заберите вот это. Или, кстати, приходит к вам человек в гости, к вам в гости. А, да, серьезно? Вот. И, короче, приходит человек к тебе в гости, в дом твой, заходит, да, и, знаете, просто на ковер срать. Вот. Или на стол срать. Как вы себя поведете? Вы такие скажете, да-да-да-да. Да нет, конечно же, вы пиздели этому человеку дадите. Это школьник. Господи, такую дичь вы пишете. Реально, такую дичь, бля, как, вот знаете, и вы мне, и потом люди говорят про Россию. Вот за Россию стыдно, за Россию стыдно, потому что вот такая нечисть, такие, ну, типа, блядь, такие, блядь, даже не знаю, вы даже не люди. Вы не люди. Просто не люди. А зачем вы на меня подписаны, можно знать? Вот, параграф. Зачем вы на меня подписались? Вы же не можете смотреть мои эпиры, если вы, нет, я хочу знать. Вы не можете смотреть мои эпиры, если вы на меня не подписаны. Правильно? Зачем вот эти два персонажа, зачем вы на меня подписались? Зачем вы потребляете то, что вам не нравится? То есть, зачем вы смотрите контент, который вам не нравится? Ну, это же нелогично. В чем смысл? Объясните мне. Просто очень хочется знать, может быть, я что-то где-то новое узнаю. Зачем? Ну, смотрите то, что вам ближе. Правильно? Блядь, здесь так оференно, сейчас будет скоро закат. И сейчас я поеду на тренировочку, побегаю. А, у меня сегодня кардио, у меня вчера была силовая. Вот, а сегодня, да, у меня будет кардио. Вчера силовуха такая хорошая была. Ну, это не мужчины, какие мужчины, вы о чем? Я не считаю, ну, типа, людей этих мужчин. Это даже не люди. Дело не в поле, это не люди. Люди, которые позволяют оскорблять женщину, неважно какую, неважно какую женщину, вообще неважно. Хоть проститутка она, ты кто такой, чтобы, ну, реально оскорблять человека? Кто ты, блядь? Ты бог. Тебе кто на это дал право? Да, типа, для меня вот это непонятно. Не судим, не судите, да не судим и будете. И вот это, вот это вот для меня загадка. И люди, которые начинают оскорблять для другого человека, на что они рассчитывают? Бля, это часть общества. Ужасное общество, гнилое. Такие люди... Это ты про себя говоришь? Да, я уже поняла, что это сатана. Все поняли. У меня где-то 60 объем талии. Ну, приблизительно. Слушайте, параграф. Вы уже все в черном списке. Тот чувак тоже в черном списке. Мы сейчас его тоже найдем. И, подождите, надо его заблочить. Вот этот Давид. Пожаловаться на комментарий. А, оскорбительный. Вот. Один, короче, у меня отправился. А можно узнать поподробнее? Что такое сатана? Не, ну, мне интересно. У нас такая интересная беседа. Вот этот вот параграф, он мне пишет что-то. Мне интересно узнать. Он пишет мне, я сатана. Я хочу узнать, а в чем сатанизм мой? Ну, типа, ну, типа, как-то же это надо объяснить. Хорошо, хорошо, тебе жаль, окей. Ну, все. Ну, мне твоя жалость, чувак, не нужна. Типа, она мне не нужна У меня да Ну блин, слушайте Так объясни мне более популярно Параграф, смотри Ну вот твой сейчас Нет, сатана Это метафора Как она относится ко мне, что это значит Я хочу понять Что он вкладывает в понимание сатаны Ну типа, что он вложил в сатана Что это означает По пунктам можно Что он вложил в это понимание Параграф, ты же сейчас У меня же несколько аккаунтов Я сейчас попрошу очень многих Какие такие, еще раз Нормальных мужчин, таких женщин не будет Каких таких Каких таких Еще раз Что такое сатана Каких таких, я не понимаю Бля, тебе 5 лет, что ли Да нет, ребят Вы не понимаете Я не отношусь к нему как к троллю Мне интересно понять Как мыслит мужчина Или женщина То есть я пытаюсь Понять Как А, и вот еще Фокси Лат Зачем меня Вы Зачем вы мне говорите Что вы Отписываетесь от меня Типа мне Я сейчас должна за вами побежать И сказать Не отписывайся Я тебе заплачу денег Зачем мне эта информация нужна Я просто не понимаю людей Люди Вы вообще, блин Ебнулись все Просто с кукушкой не дружите Типа Мне эта информация Что ты от меня подписываешься Мне похую, правда Просто принимать Понимаете Забивать хуй на долбоебов Все Долбоебов будет Долбоебы будут всегда Мир это долбоебизм Полный Понимаете, да Мир это Ну как бы Мир он полный Какую-то мою историю Например, да Я с ним общаюсь Пытаюсь понять Как человек мыслит Как он размышляет Как он рассуждает То есть На что он опирается Какая у него Идеология Идея Философия Мне интересно В итоге, конечно же Приходишь в понимание Того Что на самом деле Ничего там нет Там пусто То так Человек не может Объяснить Почему Даже не может Понять Почему он так мыслит То есть Его же мыслительный процесс Для него загадка Все Вот А конструктивная критика Бывают очень интересные Собеседники Очень Но они никогда Они никогда Не Не опускают сюда Оскорблений Вот Они реально Очень интересны И с ними можно поразмышлять Порассуждать Мне безумно такие нравятся Вот У меня иногда Такие комментируют Что-то Да И мы как бы Оп-оп Такие И реально Как бы какой-то Спор происходит Но рождается истина Вот А есть просто Вот Ну дети Маленькие Бля Я вообще Нихуя не поняла Ну видно Что наступила У вас Ребят Осень Вы Очень 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 Злые Люди У вас осень Мне все хорошо Можно такой вопрос Узнать Задать вам вопрос Почему вы считаете Что вам кто-то Что-то должен Почему вы Зайдя на чужую страницу Неизвестного вам Человека Вдруг считаете Что вам должны Что-то Что я должна Вдруг говорить На интересную Для вас Тему Что я должна Как-то с вами Культурно общаться Почему вы Вдруг так решили С какого Фуя Мои дорогие С какого Фуя Вы так решили Почему вы считаете Что вас не могут Пасать на хуй С чего вы решили Что вы кому-то важны С чего вы решили Что ваше мнение Кому-то здесь нужно Ответьте Пожалуйста Мне на такой вопрос Хоксилап Вот ты зашел Ко мне И не только ты Еще несколько Таких людей Да Пришли такие И вдруг Когда я нервничаю Я не нервничаю Я разъебываю В щепке Прям В щепке Вот А это Нормальный Мой стиль Общения Это называется Энергетический Такие темы Пообсуждать Мне нравится Нервы не восстановятся Нервы Наверное Ебать Ты меня Давид Ты меня так напугал У тебя бабла Просто не хватит На то Чтобы сюда Приехать Это первый момент Потому что Сюда только По бизнес-визам Пускают И то Не все Ну и плюс Я периодически Ну То есть Я должна сейчас Испугаться Ты мне что Угрожаешь Я такая Давид узнал Где я живу Или Давид Сейчас Приезжай чувак Пообщаемся А знаете Еще самое Поразительное Что Люди Настолько Обесценивают Других людей Это вот По поводу Самооценки Мой муж Мой любимый Дорогой Талантливый муж Вот таких долбоебов Как ты Давид Поднимал на ноги Да Мой муж Мануальный терапевт С опытом Работаю 18 лет И этот человек Который Вылечивал Детей С тяжелыми Да Заболеваниями Вылечивал Долбоебов Большинство Да Спортсменов Не просто лечил Он поднимал на ноги Придурок Вот И Ну На минуточку Да Этот человек Который занимается Тем Что он Не просто лечит Людей Как там Шаманы Да А Тем Что он Людям Восстанавливает Жизнь Вот И люди Потом начинают Другую жизнь С очень серьезными Осложнениями К нему люди Приходят Да С позвоночником Со смещениями С травмами Вот Детей К нему С очень серьезными Заболеваниями И сейчас У него кстати Вебинар идет Очень крутой Про детишек И как Ну и типа Как детям Помогать И мой муж Лечит И чеченцев Блядь И дагестанцев И евреев И австралов И негров Блядь Горжусь Я его безумно Люблю Это Самый талантливый Самый Любимый Для меня Человек То есть Как бы Ну Я не знаю Это незаменимый Для меня Человек Я именно Горжусь Потому что Он такой Путь Прошел Он Стольким Людям Помог Он помог Он помогает Детям Отсталым Да У которых Там вообще С конечностями И он И он Лечит Поправляет Потом Родители Там Просто Плачут И говорят Это не может Быть Мы ходили По врачам Нам всем Говорили Что Никто Не может Помочь А муж Мой Помогает И вот Вы Какой-то Там Давид Такую Хуйню Пишите Ну Это Пиздец Вам Должно Быть Стыдно Наверное Просто Стыдно За то Что Вы Это Написали Вот А Я могу Просто Сказать Одно Что Мой Муж Это Самый Лучший Муж Для Меня Да И Как бы Я Всегда Весь Путь Сопровождаю Его Я Всегда Поддерживаю Я Занимаюсь Я Вообще Его Пиар Агент Вот И Он Очень Талантливый Но Когда Я Вижу Результаты Его Работы Вот Когда Я Вижу Как Люди С Болями С Какими-то Серьезными Травмами Потом Восстанавливаются Меня Приполняет Безумная Гордость И Гордость За Мужа И За Себя Что Вот Рядом Со Ну И Я Рядом С Таким Человеком У нас Длинный Путь Очень Сложный Потому Что Мы Начинали С Нихуя Вот Мы Начинали 12 лет Мы Начинали Без Всего Нам Никто Никогда Не Помогал Нам Не Помогали Родители Ни Деньгами Ни Связями Мы Жили В Москве В Коммунальной Квартире Несколько Лет С С С С С С С С Алкоголичкой Чтобы Вы Понимали 12 С С С С К Все В Маленькой Помнато И Мануальный Терапевт Им Было Очень Сложно Было Очень Сложно Жить В Таких Условиях Like Вот Ты Сейчас Параграф Пиздишь Сам Я Разговариваю Давай Не Путай Уже Вот Это Пиздишь По Русски А, сам негатив про россиян Какой негатив? Я говорю про отдельно взятых личностей Таких, как ты Вот ты пиздобол Пришел ко мне и начинаешь оскорблять Про русских? Каких русских? Про долбоебов, таких, как ты Из-за этого Россия, сука, в дерьме Потому что какие-то долбоебы, как ты, здесь Вот и все И вот эти долбоебы, как ты, всю Россию Из-за этих долбоебов Россия находится, блядь, в жопе А не потому что в России охуенные люди Я русская, мой муж русский Россия самый пиздатый Но вот есть дебилы, блядь, такие, как ты Которые всю, блядь, картину о России портят И когда ты увидишь, вот я читаю таких Думаю, блядь, вот из-за таких, как ты Реально стыдно, сука, быть русским Из-за таких, как ты А не потому что, блядь, Россия плохая, понял? Поэтому, сука, рот завали И вообще не пизди здесь Так вот И жили мы вот в таких условиях В куевах А потом муж стал Ну, то есть мы стали заниматься Как бы, да, он стал заниматься своим продвижением Мы открыли свою собственную Свою студию по массажу Вот И все И как бы Стали разбиваться Переехали в свою потом квартиру Вот А потом переехали на Бали И все И здесь на Бали Как бы вообще своя атмосфера Свои люди И он каждое лето приезжал Это, кстати, тебе, блядь Как там его Вот этот придурочный Парагер Приезжал каждое лето Мой муж приезжал в Россию Каждый год В течение пяти лет Из-за карантина все закрыли И помогал таким долбоебом, блядь Как ты Чинил Чинил им спины И так далее, да То есть помогал Как бы И его всегда в России ждут Его ждут в Москве Там огромное количество Огромная запись Огромное количество людей Которые ждут, когда он приедет Потому что у него постоянные клиенты Он поправлял всех Ставил всех на ноги Вот В самых сложнейших ситуациях Вот, поэтому И долбоебов тоже И когда О, блядь, меня защинило Меня заклинило, Леша Когда ты будешь Вот так вот Вот, поэтому, знаете Страну делают люди Страну делают люди Вот И из-за дебилов, блядь Вот эта страна И приобретает статус дебильный Да, потому что Вот здесь Ну, на Бали Абсолютно похую Вообще Откуда ты В какой стране И так далее И для меня стыдно Когда вот такие Идиоты Мне начинают писать Про какой-то патриотизм Почитайте Почитайте мои посты Хоть один Или вы читать не умеете Наверное, читать не умеете Вообще У меня нету Никакого там Намека На какой-то там А Как это Антипатриотизм Да, или так далее У меня все посты Очень лаконичные Да У меня нет никакого Развязывания Воин межнациональных Я не наезжаю Ни на один Вот Ни на кого не наезжаю Ни на кого не оскорбляю Но при этом Почему-то Сука Умудряются оскорблять меня Замечательно Заходят ко мне На страницу Меня оскорбляют Оскорбляют только Потому что я живу В другой стране Вы там подохуели Вы что в Северной Корее Блять живете У вас что там Мозги блять Засрали вам окончательно Человек волен Жить там Где он хочет Вот и все Я хочу вас удивить Вся ваша верхушка Хохмушка пиздит В России Какой хохохмушка Чувак Ты даже про меня не знаешь Я в России родилась В Москве Так вот А вся верхушка Все правительство Все депутаты Которым принадлежит страна У них у всех дети Учатся за границей И сами они все имеют Недвижимость за границей И вы блять Патриоты Да Она уже стала Северной Кореей Да Благодаря Так и есть Здесь офигенная музычка Конечно Ну Человека кроет Ребят Человека кроет У него там В Москву На ссале Новости Наверное С утра до ночи Смотрят Я уверена На какие-нибудь Очень интересные Паблики Подписан Да еще и Чувак Вообще Хохлушкой Назвал меня Ой Причем здесь Хохлушка Вообще Какое отношение Я кроме Как Халькова Даже нигде не была Господи Вот это Долбоеб Сказочный Сказочный Долбоеб Вот Слушайте Я тоже сейчас Последнее время Думаю Что Это боты Очень много Каких-то Вот таких Патриотизм А в каких-то Людей С патриотизмом Начали мне писать Типа Вот Ну прям Реально Я не понимаю Что происходит Вот Путин Сила Обратите Внимание Что они Прямо Активизировались Как вы Думаете Это К чему Ну Типа Кто Это Что это За люди Откуда Они все Вылезли Я пытаюсь Понять Это Проплаченные Люди Но это Проплаченные Люди Скорее Всего Да Это Правильно Боты Я думаю Сейчас в России Таких проплачивают Людей Которые Сидят Везде Везде Свою Блевотню Патриотическую Пихают Везде Вконтакте В группах У всяких Блогеров Которые Живут За границей А могу сказать Что за границей Сейчас Объясню вам Очень много Молодых Вообще Очень много Молодых Русских Живут по всему миру Чтобы вы понимали Дорогие мои Мир не ограничивается На стране Россия Жить можно Абсолютно Везде В любой стране Вы можете Жить Если у вас Есть деньги Абсолютно В любой стране Вот И Посмотрите Фильм Под лучами Солнца Да Короче Посмотрите Фильм Под лучами Солнца Про КНДР И Про Вот этот Северно-корейский Строй Очень вам Напомнит Кое-что Как вообще Пропаганда Идет Что такое Вот эта Промывка Мозгов Идеология Как там Схвалялся Значит Их Вот этот Адмиралисиус Блин Да Как везде Портреты Их Везде Висят И вам Это Очень Что-то Напомнит Просто Всем Абсолютно Первое Вот это Посмотреть Второе Посмотрите Почитайте Книги А вот Я говорю Зачем Значит Второе Посмотрите Почитайте Книги Тимати Лири Называется Деструктивное Влияние Каких-то Там Деструктивных Сек По-моему Так Называется Вот 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 Посмотрите И вы Офигеете Офигенно Параграф Ну ты уже Все Ты уже Заблочен Что ты И вот Про Корею Очень круто Мне понравился Пиль Я Еще раз Наверное Посмотрю Да Это Сегодня Первый раз Вышла В прямой Эфир За Долгое Время Викси Швет Да Ну А Какая разница Мне интересно А люди Во всех странах Отличаются Ну вот Смотрите Давайте подумаем Какая разница Кто человек Русский Хокол Балиец Мусульманин Чеченец Абхазец Дагестанец Какая разница Главное Наверное Чтобы человек Был Хороший Или Мы уже Сейчас Меряем По странам Типа Ты русский Ты плохой Я вообще Это никогда Не понимала Я вот Чем мне нравится Бали Здесь Многонациональная Как бы Остров Здесь живут Все Европейцы Австралы Ну это есть Американцы Китайцы Японцы Все И всем По хую Понимаете В чем дело Ну типа реально Посрать Приезжай Приезжай Вот И всем Настолько Срать Кто ты Откуда Ты Для меня Да мне Вообще По барабану Всегда Было У меня Разные У меня И гомосексуалисты Есть в друзьях И лесбиянки И все Есть в друзьях Вот И вообще Я никогда На этом Никогда Не заостряла Внимание И никогда Не понимала Когда люди Начинают Переходить На какой-то Патриархизм Вот это Патриархизм Что это К чему Вообще К чему Это Как тебя Русского Отвечают Чем ты круче Там еврея Например Или Чем ты круче Там я не знаю Балийца Чем ты круче Австрала Чем ты лучше Блядь Всех Да Балийс закрыт Кстати Ну не Может быть Он на бизнес Поедет В бизнес-класс Типа Подожди На билет Надо будет Тебе всего лишь 1300 рублей Отдать В один конец А может быть Чуть побольше Если Ну тебе Ну знаешь Что будет Бизнес-виза Там Да Бизнес-виза Сделай И тогда 2500 Да Вот это Вот Типа И вот Эта Принадлежность К стране А мне Интересно Какая Разница Вот Ну например В русских Я пытаюсь Понять Чем вы Вот Чем русские Лучше Всех Остальные Чем они Лучше Объясните Мне Видите Сатана Уху У меня Надо Где-то Надо Блядь Вилы Достать Мои Сатаницкие Вилы Да Гид Гид Скоро Выйдет И скоро Я вам Все расскажу Блядь Так Еще Есть Ветерочек Выдувает Кайфово Да Вид Билет Но Он же Из страны Россия Мужчина Долбится В жопу Нет Не Занимаюсь Я Просто пытаюсь Понять Откуда Причем Здесь Мужчина Долбится В жопу Почему Для меня Это нормально Для меня Это не нормально У меня Есть Мужчины Мои Просто Знакомые Назовем Это так Которые Гомосексуалисты И Слушай Тебя бы В Америке Уже Кастрировали Тебя бы Лично Если Ты Такое Сказал Хорошо Что Не Из Америки Но В принципе На это Тоже Можно Сейчас Тебя Вообще Нормально Накатать Заяву Ты Оскорбляешь Секс-меньшинство Понимаешь До России Тоже Дойдет И в России Тоже Такая История Будет Что В России Попробуй только Обозвать Секс-меньшинство Я тебе хочу Сказать Что Половина Политиков Половина Шоу Бизнеса Это Секс-меньшинство Это Гомосексуалисты Вот И по факту Оскорбляешь Гомосексуалистов И Ну Блять За это Очень строгая Вплоть Даже До Тюремного Срока В Америке Тюремный Срок Поэтому Попробуй Оскорби Гомосексуалиста Гомосексуалисты Такие же Люди Ну Какая Разница Того Предпочтения Куда Ему Как это волнует Пусть Как бы Мне вообще По барабану Куда он долбится Его выбор Его тело Он решает Куда ему долбиться Я решаю Куда мне долбиться Ты решаешь Куда тебе долбиться Вот и все Да какая мне разница Меркури долбился В жопу Друзья мои Вы до сих пор Его слушаете Меркури Долбился В жопу Джон Долбится В жопу Элтон Джон Да Который Лайн Кинг Потом кто еще Да много кто Джордж Майкл Потрясающий Гениальный чел И многие актеры Долбятся в жопу Которых вы смотрите Многие их любите Вам вообще Не по барабану Вы что По жопе Оцениваете людей Долбится он в жопу Или нет У вас блять Вообще нормально Все с крышей Она у вас не протекает Долбится в жопу Тебе блять Какая нахуй Разница Куда человек Долбится В жопу Не в жопу В глаз Даже пусть он в глаз Или в ухо Долбится Какая вам разница Куда человек Долбится В России не будет Будет Чувак Очень тебя удивлю Вот Видите как вы молодцы Все мировой культуры Вот Господи А я хотела вас удалять Фрид А нет Не Фрид Это другое Я хотела Это вот Да-да-да Кстати Те кто Красота по-американски Посмотрите пожалуйста Фильм Красота по-американски Там как раз таки Все Ярые Ярые Вот такие вот Агрессоры Против Гомосексуалистов Это латентные Гомосексуалисты То есть Это реально Вы блин Вот реально Чем больше человек Выражает Негативы Гомосексуалистов Тем самым Больший Гомик Айн сори Но это правда Поэтому вам нужно Самому этот момент Внутри себя Проработать Причем Это как бы Человеку Которому все равно Ему все равно Ему вообще все равно Гомик А человек Который прям Агрессивно Прям До того Чтоб прям Отпыздить Гомика Вот это уже Блять Звоночек Это значит Этого человека Ну это Посмотрите Какая у него Ненависть Внутри Блять Значит он Себе Это подавляет Да Американски Вспомните Человека Который Папаня Там помните Был Папаня Подростка Которого Он подозревал Вот один Сам Блять Я когда вот вижу Таких Прям Ярых Ярых Который Прям Блять Ненавидит Гомики Я думаю Ну все Блять Это звоночек Чувак Это звоночек Это говорит о том Что ты сам Такой Ты сам Оттуда Но только Ты это Очень тщательно Срывает Блять А когда тебе Блять Человек Вообще Если тебе Ну У тебя Не должно Это вызывать Никаких Эмоций Никаких У меня Это Мне Потому что Мне вот Например До Я У меня Это не вызывает Никаких Ни гомики Ни лесбиянки Ни трансвестники Мне вообще На них срать Пусть живут Они живут В своем мире Есть очень талантливые Есть очень интересные люди Все Если я буду Агрессировать Так блять Это в мае Это у меня В чердаке Что-то не в порядке С какого Просто С какого Хера Они мне должны Негатив вызывать То есть Я с ними Они мне это Ничего не навязывают Пропагандировать Чтобы вы поняли Навязать Гомосексуалист Невозможно То есть Нельзя сделать Человека Гомиком Это либо Либо есть в человеке Либо нет Когда говорят Про пропаганду Гомосексуалиста Типа Они пропагандируют Гомосексуализм Да ты не станешь Педиком Если ты не педик Понимаете В чем дело А если ты педик Ты латентный педик Значит блять У тебя есть это Значит ты мечтаешь Может у тебя там Блядь дома Пола имитатор стоит Блядь Где-нибудь Да То есть Ты боишься Педиков Потому что боишься Что сам им станешь Значит тебе есть Предпосылки к этому Вот и все И поэтому Гомосексуализм Это Ну Это как Изофилия какая-нибудь Да там Или Некрофилия Это вещи Которые Невозможно Никому Навязать Никак Это Либо в тебе Есть эта склонность Либо этого нет А если есть Оно рано или поздно К тебе расстроится Вот и все У меня домосексуализм Как бы никогда Не привлекал Меня никогда Не возбуждала Долбежка Двух мужиков Но это и дело Как бы И не очень Пофиг Вот Так же Как за Пили Никогда Меня Ну типа Никогда Не возбуждала И Мне невозможно Это навязать Тем что Они будут Мне крутить Порнуху С животными И это Ой Меня она Вставит Но она Меня не вставит А если Она меня вставит Значит мне когда Нраж Значит у меня Есть Как вам Подпосылки С гомосексуализм Точно так же Вот и все Поэтому Ребятки Работайте Над собой В первую очередь Все У вас Самих То есть Все проблемы Они у вас Не мир плохой Не Гомосексуалисты Плохие Не Правительство Плохое А вы Это вас Вас Дерьмо Это вы Дерьмовый Человек Это вы Говно И вокруг Вас Поэтому Спрошное Говно Это вы Это все Вы Вот у меня Все Заебись Не окружать Нереально Нереально Все Охуенно У меня Нереальные Нереальные Планы На жизни Не заебись Вот И Просто Все Классно Да О Точно Сто Процентов Сто Процентов Вот Так Выйдешь В мир Ну то есть Прямой эфир Это же как Выйти в мир Да Я давно не выходила В прямые эфиры И такой Нифига себе Вот И такой у меня Ну Такой шок Что думаешь Вот что в мире Это творится А я давно Так не выходила Думаю Блин Дайте-ка я загляну Выйду на улицу На В России Прогуляюсь По улочке И вот оно что Вот оно что Не В России Не хочу жить Ну Люди Очень Знаете В России Люди Очень Агрессивные Это правда В России Жить сложно Из-за агрессии Людей Нетерпимые Агрессивные Неудовлетворенные Много факторов В России Жить тяжело На самом деле Не Я предпочитаю Другую немножко Жить И мир большой Сейчас нужно Зарабатывать Из любой точки Абсолютно Из любой точки Ты можешь Находиться Где угодно И зарабатывать Деньги Сейчас все Онлайн Все переведено В онлайн Все платформы В онлайн Весь онлайн Бизнес Все в онлайне Вот Обучение В онлайне Поэтому Слава Богу Мы же во времена Когда Можно сидеть И Все Параграф Ты очень Меня утомил Не В России Ну Вот как показывает Практика На данный момент Я только что Убедилась В этом Что Ну Люди Очень неадекватные Друзья мои Очень неадекватные Меня это пугает Я просто Давно не общалась Со своей публикой И Все Классно Но У меня Вот Неадекватность Людей На меня Все больше И больше Я вам говорю Что я Нигде Не встречала Большего Долгоябизма Больше Чем В России И поэтому Мне Обидно За людей Вот И поэтому Поэтому Долгоябизм Скажите А где мне Бил Да Вот И долгоябизм Крепчает Люди Абсолютно Неадекватные Классно Вот Поэтому В России Боже Правильно Боже Упаси Нет Туда Никакого Желания Нет Возвращаться Страна Может быть И классная Люди В стране Честно Так себе Вот Ну и Здесь Я так давно Живу Уже Семь лет Вот Семь лет И Мне настолько Здесь комфортно Условия Меняются В лучшую Сторону Потому что Здесь все Для людей Здесь Я хочу жить В стране Где все Для людей Понимаете Я хочу жить В стране Где люди Добрые Отзывчивые Где люди Не оскорбляют Друг друга Где люди Наоборот Друг другу Делают Комплименты Вот И Понимаете Весь негатив По жизни Я получала От русских Людей Куда бы я Не приезжала Я никогда Не сталкивалась С негативом В индонезийских Странах Вообще В Азии Ни разу Хотя считают Это странами Третьего мира Да Типа Такие отсталые Но при этом Очень добрые люди И они Вообще Хуй клали На то Как ты выглядишь Во что ты Одет И только Вот Не знаю Вот У России Вот это Просто Это Просто Какая-то Проблема Всех людей Понимаете Проблема Всех людей Поэтому Не зря же Очень многие Люди Из России Пытаются Съебаться Давайте По-честному Ну просто Не кривя душой Да Там Либо люди Живут Из-за денег И зарабатывают Деньги Они вынуждены Либо Они съебываются Кто куда Бегут оттуда Потому что Система Настолько Агрессивна Настолько Жестока Она Беспощадная Вот Поэтому Там Невозможно Выжить Невозможно Быть нормальным Добрым человеком То есть Уровень агрессии Максималка В России Серьезно Я всегда была Готова защищаться Всегда Здесь я очень Расслабилась Поэтому Знаете Здесь для меня Вот когда я там Сталкиваюсь с агрессией Да Я первое время Не понимаю Как себя вести Потому что Я не привыкла К этому Здесь нет такого Здесь тебя Никто не оскорбляет Никто Ну типа Вообще Никуда Вот И Ну не Не все Но здесь много Русских Вот И У тебя В России Всегда Какой-то Максимальный Уровень Агрессии И защиты Тебе все время Нужно защищаться В метро На улице В социальных сетях Потому что Постоянно прилетает От людей От незнакомых Тебе людей Да И Ну там Уровень нереализованности Огромный Вот И поэтому Алло Вот И да И поэтому Там люди выживают На Бали И там люди Выживают Они звереют Они звереют Они очень У людей Ну просто Высокий уровень Нереализованных Людей Вот И поэтому Как бы Я Каждый раз Просто В ступоре Серьезно Я так отвыкла Я отвыкла От агрессии Понимаете В чем дело И то Я вам могу сказать Что я Живя здесь Шесть лет Вы не писаете Какой Россия До сих пор В моем Сука Блядь Сердце И советы Да Тоже Ну и советы И Россия До сих пор В моем Как бы вам сказать Вот В моем О Иришкин В моем Блядь Не то что Сердце Она Еще не Вот Этот уровень Он Агрессий Там как бы Надо выживать В России Надо выживать Да В России Максимально Создают условия Для людей Именно выживательные Там некогда Это я знаете Живу Я понимаю Людей Почему так люди Реагируют Да Иногда Конечно же Они охуевают От моего От моего образа Жизни То есть Я такая Блядь На Бали Занимаюсь Съемками Да Потому что Нереализованные Вся злость Она идет От нереализации Обратите внимание Когда вы заняты Любимым делом Просто Любимым Когда вы Зарабатываете Деньги Вы Счастливы Какая Ей взяться Правильно Вот И когда А когда человек Не реализуется Потенциал Свои не реализуют А ему нужно Например Тридцатка Сорокет Полтос Представляете Люди из Сапка Которые После развала Которые вообще Потерялись В этом мире Представляете Как Какие они Блядь Злые Потому что Они не могут Уже в новый мир Войти Их не учили Они не знают Как это сделать Конечно же Они Блядь Будут злыми Злость Это накопленная И не реализованность У человека Каждый день День суха Каждый день Он ничего не видит В жизни нового Он не получает Никаких положительных эмоций Злость Это же эмоция Правильно И эту эмоцию Нужно на кого-то направить Нужно найти врага Кто такой враг Для таких людей Обратите внимание Для нереализованного человека Враг становится Реализованным человеком То есть тот Кто реализует себя Для нереализованного И становится врагом Да Или например Для нереализованного патриота еще к тому же враг номер один станет не патриот, тот, который уехал куда-то, как они говорят, свалили и живете там в своем раю все, ну то есть как бы это нормально и поэтому да от бедности, блядь, это очень круто да, агрессия от бедности наблюдают за моей инстой, она их бесит ну то есть я понимаю, что очень многих раздражает мой образ жизни такая жизнь по кайфам ну потому что я считаю, что жизнь должна приносить мне удовольствие я просто не вижу в другом смысла в страданиях, ну нет, навряд ли человек счастлив, когда он получает удовольствие, да, от того, чем он занимается, от того, как он выглядит, да, вот и для этого это, ну, это важно это очень важно это пиздеж, когда говорят, что это не важно да, высшее, конечно, высшее медицинское вот, и поэтому вот я прихожу к этому пониманию и я очень счастливый человек потому что я живу там, где я хочу я занимаюсь тем, чем я хочу я делаю то, что я хочу я живу там, я хочу это самое важное, да, вот и это делает меня счастливой а счастливые люди, блядь, ну это же пиздец это же крястная, такая красная тряпка для быка ну я не в плане, я не такой, я не гедонист в полном смысле этого слова, да, нет я все-таки считаю, что важна самодисциплина, нужно заниматься образованием, то есть нужно напрягаться по жизни, не просто, ну вот, блядь, на хую сидеть, да, грубо говоря вот, и как бы, и ничего не делать, да, там нет, нужно въебывать, то есть я, все, что я имею это мои личные усилия, это мои собственные усилия все, что я добилась, я добилась сама у меня нету мамы, нету папы богатых, у меня нет богатых родителей, которые мне что-то дали такие, на, Маш, тебе квартира, на, Маш, тебе деньги на, Маш, тебе готовый бизнес, блядь, все, да, заебись давай-ка, типа, вот и все мне ничего никто не давал, то есть у меня даже образования нету, того, который мне нужно, понимаете всему учусь я сама переехала я сама, без помощи родителей тело я построила сама блог я свой развиваю сама жизнью занимаюсь сама с мужем, муж занимается тоже то есть там никто не помогает, если про это говорить и поэтому ничего само не приходит жизнь, понимаете, жизнь очень такая штука если вы не привыкли, если вы боитесь критики бля, очень сложно вам будет в жизни реализовываться вот, и очень сложно, потому что мир очень жестокий, мир полон людей неудовлетворенных и очень агрессивных и агрессия очень такая к агрессии нужно быть готовым к критике и агрессии нужно быть готовым вот, а люди боятся и поэтому они не могут вылезти вот из маленького своего мира и войти в большой мир потому что, чтобы войти в большой мир вот, заявить о себе нужно не бояться с этим сталкиваться вот, и поэтому Поэтому я всю жизнь с этим сталкиваюсь, потому что я всю жизнь иду в мир открыто. Поэтому я сразу о себе заявила, как голая модель. И, кстати, это очень сложно выйти в мир в России, где ты как бы выходишь абсолютно на гимн. Блогерство – это очень сложная на самом деле вещь. Потому что ты беззащитный, ты должен быть готов ко всему, что на тебя будет длиться все. И не только на тебя, на твоих близких людей. Это нужно быть очень сильным человеком. Если вы к этому не готовы, то, скорее всего, вам будет очень сложно, вы не сможете вытянуть всю эту агрессию. Чем более вы популярны, чем более вы блогер, тем больше этого говна будет на вас течь и так далее. И поэтому нужно уметь как бы отболивать. Конечно, я генератор 4.6. И вот блогерство на данный момент – это самое перспективное и популярное направление во всем мире. Блогеры заменяют, чтобы вы понимали, уже телевидение. Блогеры заменяют газеты, телевидение. То есть они вышли на уровень СМИ практически. Все блогеры, блядь, не все, я имею в виду, большие крупные блогеры. И поэтому чем более раньше вы будете вливаться в эту движуху, чем больше вы будете. Потому что я-то блогерством занимаюсь всю свою сознательную жизнь, наверное. То есть я там, как инстаг выявилась, да, я там до инсту, я была вконтакте. Вот. И поэтому блогеры – это вот новые медийные личности, за которыми будут идти люди. У каждого своя публика. Но это люди, которые будут влиять на сознание толпы, других людей. И поэтому они сейчас очень-очень набирают, скажем так, репутацию. И сейчас, когда многие говорят, да, помните, несколько лет назад говорили, да, кто такие блогеры, чем вы там занимаетесь, пиздите. Так да, блогеры должны пиздеть. Блогеры – это харизма, это чувство юмора, это интеллект, это все. Это ведущий. Блогеры – это такое, тамада, назовем это так. И это сложно, это все в одном. Создавать свой контент, удержать публику в течение долгого времени. Я там сколько, лет 7-8, да, в инстаге. И все 7-8 лет у меня одна публика, и она все это время со мной. Представляете, вот 7-8 лет вы должны, типа, удерживать эту публику рядом. То есть она не должна потерять к вам интерес. Представляете, как это сложно. Просто попробуйте это сделать. Попробуйте побыть блогером. То есть попробуйте каждый день там вести эфиры, делать... Мария, а напишите мне, пожалуйста, в личку. В личку я вам отвечу. Так вот, и блогеры, они, как бы вам сказать, это такие, это правильно вы сказали, да. Круто. Я бы сама про себя просчитала. Я много, я в Москве, когда была, слушайте, в Москве я очень много давала интервью. Очень много. Я и для спортивных, и для каналов, я же была там очень достаточно известной моделью, чтобы вы понимали, в России. Вот, много ездила с выставками, журналы, в Playboy были мои публикации, в Распутине, в каких-то еще журналах. На выставках, календари были, вот, много-много чего было, и потом, и в этом я переехала на Бали, и здесь вообще другая жизнь завертелась. Но я нисколько не жалею, это была офигенная, офигенная жизнь была, сейчас у меня вообще другая жизнь. И сейчас я понимаю, что я иду в правильном направлении, и что я, как бы вам сказать, я нужна людям и важна людям. И вот это для меня очень важно осознавать, и поэтому я очень ценю ту публику, которая со мной много лет. И даже которая со мной только сейчас, совсем недавно. Вот, очень ее ценю, очень ей благодарна, потому что благодаря этим людям я, в принципе, и есть кто, ну, как бы я и, в принципе, с вами. Потому что весь контент, который я делаю, я объясню свою философию своего контента. Понимаете, я хочу, чтобы, заходя ко мне на страницу, люди отдыхали. Вот, люди зашли, и чтобы они отдыхали визуально, и плюс, чтобы они занимались образованием. То есть я рассматриваю свой, как вокал, как образовательный канал. И мне очень важно, чтобы люди эстетически заходили и отдыхали. Чтобы они получали визуальное наслаждение от картинки. И в то же время получали знания. Потому что столько дерьма вокруг, столько грязи люди видят, да? Столько вот, ну, просто грязи какой-то. Все такое убогое, грязное какое-то. В России этого очень много, да? Нету каких-то каналов образовательных, где бы люди получали бесплатную информацию. Плюс получали бы эстетическое наслаждение от картинки. И вот я, когда делаю свой аккаунт, да? Я очень много вкладываю туда ресурсов. Я снимаю все это исключительно, на самом деле, для вас. Вот. Ну, понятно, что и для себя, и для своих воспоминаний. Но, первое, вообще для вас мне важно, чтобы человек зашел ко мне на страницу, да? И отдохнул. Ну, вот это такой райский уголок, чтобы он от своей работы отдохнул, от какой-то своего говна, чтобы человек окунулся вот в эту атмосферу. Потому что, когда я была маленькая, живя в России, не поверите, самые мои любимые каналы, да? Когда за окном было говно, слякоть, или там, я не знаю, снег, холод, да, шел. Я была ребенком. Мне безумно нравилось смотреть BBC и национальная география, она же про природу. Я отдыхала, понимаете? Как бы, я отдыхала душой. Я как бы погружалась вот там в этот мир. Я смотрела на этот мир природы, на животных. Мне было так кайфово. Это были единственные практически каналы, которые я смотрела. Еще смотрела аниме, мультики, там, Sailor Moon. Вот. И поэтому я создаю вот этот продукт, и для меня важно качество продукта, который я создаю. И это канал, аккаунт, это продукт в первую очередь, да, который люди потребляют. И мне важно, что вы потребляете. Вот в чем дело. Вот. И поэтому, да, и даже, опять же, как бы к жопам, да, вернемся. Для меня жопа тоже важна, потому что, ну, мой посыл, это не о жопе. Мой посыл, это о деле в целом, поймите. Не о жопе. Это о том, как можно свое тело любить. И как важно его женщине любить. Вот это об этом. У меня очень много всего. То есть у меня же не только жопа. Обратите внимание. Такие каналы сложно продвигать. Понимаете, в чем дело? Их, наоборот, задвигают. Как мои каналы, их больше задвигают. Это не нужно. Большим акулам им больше нужно, чтобы люди потребляли такой фастфуд. Образованные люди мало кому нужны. Люди, которые думают сами, мало кому нужны, потому что им очень сложно что-то продать. Я не понимаю, про какой курс вы говорите. Поэтому я и говорю, что если вы зайдете ко мне на страницу, вы поймете, что мой аккаунт разнообразный. Он и о теле, и о путешествиях, и просто о фотографии, о людях, то есть о жизни. Он разнообразный, он вкусный, он сочный, как бифштекс. Он расширяет вашу... То есть вы вместе со мной же путешествуете. Понимаете, да? И как бы, конечно, у меня будет и миллион, и два миллиона вопрос времени. И вы мало у кого найдете такой контент, вот реально, по-честному, давайте по-честному. Если мы возьмем сейчас самых даже топовых блогеров, есть несколько, да, которые действительно тоже заморачиваются делать. Но по факту вы мало найдете такого вот, ну, такого объема информации и столько сразу тем одновременно. И поэтому, да, для меня это важно, я вкладываю в это большие ресурсы, именно больше энергетические, конечно, и финансовые. Потому что я продумываю съемки для вас, ну, как бы я реально заморачиваюсь над картинкой, делаю, да, что-то продумываю, какую-то идею. Я вкладываю в нее вообще себя и думаю, блин, и я невероятно кайфую, когда люди к чему-то у меня учатся. То есть я просто хочу, понимаете, я хочу как бы вот людям привить любовь к красоте, не к монголу, которого я несколько раз видела, и мне стало очень страшно от этой картинки. Вот, но я понимаю, почему она имеет место быть в нашей стране, в России, да? А мне наоборот хочется людям раскрыть, донести, что очень важна красота. Ну, потому что это, это уровень повыше, понимаете? И как бы красота, это же состояние вообще душевное. А вот так я вообще, смотрите, как будто лысая. Здесь это я продумываю. А, ну я же сейчас, я так и веду в закрытом клубе вместе с Мариной Вовченко. И сейчас все там проходит. Сейчас пока как бы моя группа, она не развивается, у меня нет просто на это времени. Потому что сейчас я делаю, создаю свой гид, гид по отношениям и про сексуальности, про отношения будет мой гид. Он практически закончен, на самом деле это оказалось достаточно сложно. Он будет очень, очень простым и в то же время достаточно информативным. И он не будет какой-то книгой настольной. Это обычный гайд, это обычная инструкция по применению. Там будут очень освещены все максимально самые популярные вопросы, касаемо секса и касаемо отношений. То есть это и про ревность, и про доверие, и про разные форматы секса, и про игрушки, и про ВДСМ тему. И про много-много чего, и про оральные ласки, ну то есть орально-орально, много что будет интересным. И этот гид, он будет... Такая собачка, я не могу, я сейчас вам ее покажу. Вот она, смотрите, смотрите, как у нас уже вечер, я сейчас пойду в зал. Вот, и вот он скоро выйдет, я его сейчас доделываю. Там, я думаю, еще чуть-чуть совсем остается, я там уже на доработку, на доработку, там, кто будет заниматься, туда будут вставлены мои фотографии разные. То есть я хочу его сделать очень красиво, вкусно, чтобы было не стыдно вообще за то, что я делаю. Вот, и там, ну, как бы собран весь мой опыт, из-за того, как бы так. Спасибо. Вот, и вот скоро-скоро он будет стоить, я хочу сделать такую цену очень, как бы вам сказать, типа 380 рублей где-то, да, ну, как бы чашка кофе и там чизкейк, вот так. Я не хочу его делать слишком дешевым, потому что не хочу обесценивать свой труд, вот, и в то же время я не хочу его делать как-то запредельным, да. 380 рублей, это, ну, как бы, блядь, очень, это каждый, 500 на 500, там, меньше 500 рублей, да, как бы, да, это может позволить себе абсолютно, блядь, каждый. Это вот книжку, блядь, в приложении скачать или не знаю что. Вот, и, ну, там вы получите реально ценные советы, потому что там я буду давать вам, во-первых, плюс. В этом гайде будут даны ссылки на разные сайты, на книги, там обязательно будут даны рекомендации на книги, на несколько книг, с которыми вы должны ознакомиться. Ну, поэтому там, как бы, ну, там прикольно будет, я так все сделаю, чтобы он был очень доступный, очень простой и, как бы, ну, хорошо, все круто будет. Дай сюда, пожалуйста. Я с вами уже 82 минуты, друзья мои, кстати, как долго. Да, ну, я думала, вот, 380, 400 максималку, то есть 400 рублей, ну, потому что, как бы, ну, там нету ничего скопированного, чтобы вы понимали. Это не как, вот, знаете, блядь, люди делают, да, половину информации, купо копируют там из интернета и вставляют. Вот, там может быть. Чтобы он больше даже по сарафанке разошелся, да, чтобы люди там, как бы, рекомендовали его. Я не знаю, что вам сказать, кто по образованию, никто, менеджер по туризму и гостиничному по хозяйству. Слушайте, сохранить эфир, если сохранится, у меня не сохраняет почему-то там эфир, и не знаю, у меня какой-то глюк был. Я еще выйду в прямой эфир, выйду с мужем в прямой эфир. У нас сейчас проходят вебинары, мы сейчас занимаемся продвижением вебинаров из школы моего супруга по мануальной терапии. Вот, поэтому мы туда тоже, как бы, ну, энергию свою вкладываем. Сейчас надо ехать в зал на кардио. Мне так не хочется, если бы вы знали, как мне не хочется по кардио заниматься. Я обожаю силовые, ненавижу кардио, но я решила включить в свои тренировки кардио. Вот, то есть через раз у меня кардио. Все посты, кроме ликбеза, у меня есть посты, письма Шиви, записки розовой туфельки и мысли Феникса. Вот там, где хэштег мысли Феникса, там мысли письма Шиви, это все мое, моего сочинение. Там, где ликбез, написано ликбез, отказ, всегда сверху, это ликбез, это выдержки из книг. То есть я всегда ставлю внизу, приписываю автора и книгу, обратите, пожалуйста, на это внимание. Все остальное, если вы видите, что там написано мысли Феникса и нету нигде ликбеза, это мое. Ну, то есть большинство постов это мое. Да, пишу я всегда сама и у меня такая традиция, что я через день обязательно пишу пост сама. То есть я такой, как бы это вам сказать, это тренировка моя. Я так тренируюсь. То есть писать нужно тренироваться, чтобы оттачивать свой навык писательства. Продолжение следует... У меня спрашивают про, как я ухаживаю за кожей. На самом деле я много пью, ну, нормально пью. И колю, делаю себе инъекции, я за инъекции. Очень люблю косметологию. Считаю, что такое время, когда грех этим не пользоваться. И я себе делаю курсы разных препаратов. В основном это все гиалуроновая кислота, да, кто-то увлажняет. И вот у меня курс заканчивается завтра. То есть там препарат, Иолсистем называется. Очень хороший препарат. Его колят каждые две недели три процедуры. Вот завтра у меня будет последняя. И потом после третьей процедуры вообще охуенно все будет. А здесь обязательно нужно колоть лицо, потому что здесь солнце, много солнца. Поэтому нужно заботиться о лице своем. Я ничего не меняла. То есть если про там нос, что у меня все лицо, типа оно мое. Как бы у меня ничего не сделано, ни зубы. Единственное, я себя губки иногда подкалываю. Но я подкалываю не увеличиваю, а увлажняю. Ну, чуть-чуть увеличиваю. И вот у меня они как бы свои. И вот скоро тоже у меня будет чуть-чуть. Я себе буду выравнивать губы. Одну вот эту, она у меня чуть-чуть ниже. Просто типа их улажню и все. А так не крашусь. Ну, типа может быть только ресницы делаю. Вообще, поймала себя на мысли, что очень довольна своим лицом, очень довольна своей внешностью. Кайфую. По-честному кайфую. Кайфую от себя, от того, какая я становлюсь, от того, что с возрастом во мне. Ну, какая-то такая внешность раскрывается интересная. То есть мне очень нравится то, как я выгляжу. Я не хочу быть на кого похожей. Я не хочу, в принципе, ничего в своей внешности вообще трогать и менять. У меня тело полностью мое. Ничего не сделано. Я не убрала ни одной родинки на теле. У меня даже есть третий сосок. Кто-то мне говорил, ху, третий сосок надо убрать. Не, мне мамолот сказал, что... А зачем? У тебя вместо соска будет рубец. Он тебе нужен? Я говорю, нет. Тогда оставляй сосок. У меня здесь есть родинки тоже мне говорят, ху, там какие-то... Не, мне нравится. То есть у меня, ну, мне нравится. И мне нравится то, как я выгляжу. Я не хочу всем нравиться. Я не хочу какому-то стандарту, блядь, соответствовать. Какому-то шаблону. Я стала просто любить себя, стала понимать, смотреть на себя. И стала понимать, что я красива, какая я есть. Что вот мне Бог задумал такой родитель, меня задумали такой. И круто, круто, что я могу поддерживать внешность в здоровом виде. Что я могу заниматься спортом, ходить к косметологу, да. Но что-то перекраивать, зачем? Абсолютно все нравится. Мне нравится себя видоизменять с точки зрения, там, какие-то сережечки, там, добавить. Потом мне нравятся патуировки. Я люблю развесовывать. Ну, вот прям, чтобы менять, не знаю, мне кажется... Ну, у меня, мне мое лицо очень нравится, потому что я не считаю его классическим. У меня, как бы, ну, достаточно интересная внешность, да. Мне нравится, что у меня достаточно точеные чем-то лица. Меньше людей не висит. У меня второго подбородка. Есть скулы. Мне нравится мой высокий лоб. То есть, нравится. Мне не нравится, то есть, вот, кукольности во мне вот этой нет. И это классно. Я не хотела никогда быть кукольной. Вот. Нет, уши нет. Почему они растянуты? Мои уши. А где вы увидите, что они растянуты? У меня вообще овал лица, я свой считаю, просто идеальным. Как у Будды. Видели Будду? Вот я где-то местами похожа на Будду. И думаю, блин, у меня идеальный череп. И по факту идеальное лицо. Оно не совсем симметрично, если посмотреть. То есть, оно не совсем симметрично. Но оно очень для меня красиво. Не, не хотела. Ну, это, я думала об этом, но нет. Потом их зашивать придется. Потому что такое будет, скорее всего. Мне вот очень нравится вот эта штучка. Я ее обожаю просто. Я вот очень люблю свою сережку косу. Именно вот эту. Не знаю, она мне придает некий такой первобытный шарм. Вот. И это очень, очень круто. И очень нравится вот эта сережка тоже в ушке. Вот. Выбритость нравится моя. То есть, я прям кайфую, когда бреюсь. Когда я прям совсем голенькая. И то, что есть волосы. Тоже, в принципе, нравится. Хотя, сколько раз хотела прям побриться на лысо. Очень много раз. Но сейчас что-то пока не знаю. Потому что думаю, блядь. Вот эта бретость, она такая кайфовая. Но в то же время, что есть волосы. Ты их можешь распустить. И ты такая опаньки. И как бы девочка стала. Понимаете, да? Вот. Поэтому, типа, немножечко меня это притормаживает. Очень много лысых сейчас становится. А вот с такой прической, как у меня, не так много. Я имею в виду именно с такой длиной. У меня очень длинные волосы. И как бы, понимаете, да? Вот эти вот. Ну, в основном же все, кто выбривает, у них просто какой-то ракета. А у меня же длинный. И столько выбрита. Это мало у кого. Я вообще редко такое встречаю. И в этом тоже есть свой изюм. Ну, на самом деле, мы все изначально задуманы симметричными. В природе же все симметрично. Вот. Вот эти вот, знаете, помните, да? То есть считается, что там злобное свечение. Это же симметрия. Но. Ну, как бы, как есть. И я не стремлюсь прям к идеалу. Его и не будет никогда. И идеал это неинтересно, мне кажется. Вот. Сбоку я пока не знаю. Пока ничего не хочу на голове бить. Будут забивать вот эту руку. Я уже говорила. Видите, где. Видите, когда долбоебы исчезают, да? Из пространства. Сразу меняется энергетика. Я замечала, что вот, ну, люди с деструктива, они как бы призваны подрывать общее поле. Вот. И они являются провокаторами всегда. Вот. И я заметила, что вот сейчас я стала намного меньше на это реагировать. Я их просто блочу. Я вначале с ними общаюсь. Потому что мне всегда интересно понять провокатора, как он работает, за что он цепляется. И я хочу понять, за что он пытается зацепиться за меня, чтобы выявить эти слабые стороны свои. Вот. В основном, конечно, это такие очень... Ну, провокаторы, одним словом. Провокаторы-манипуляторы. Вот. И вот эти люди, они же реально подрывают... Они являются прям подрывниками. То есть они как только появляются в каком-то пространстве, они прям сеют вот эту вот бурю. Они хотят всех разосрать, рассорить. Они хотят дисбаланс внести. Вот. И такие люди, представьте, они же по всему, блядь, они же везде. Ну, то есть их очень много. Они чаще всего абсолютно незаметные. То есть, как бы, вот внешне вы их даже никогда не вычислите. И вот интернет-пространство, это стало прям место, где они отрываются. На полной серьезе. Блин, вот такая гулька очень небольшая, смотрите. А вообще, я замечала, что у меня есть... Я местами похож на какую-то... Не знаю, как бы вам сказать. Ну, очень, совсем не русскую женщину. Просто иногда местами смотрю, особенно если я очень загорелая, бывая, прям черная. Загорю. У меня вообще, ну, внешность очень быстро, очень сразу же меняется. И очень такая интересная становится. Ну, честно, блин, вот поэтому я живу на Бали. Вот, чтобы не контактировать с такими вампирами. Здесь нет вампиров вообще просто. Вообще, мне это круто. А еще у меня ресницы длинные. Да, скоро надо ехать тренить. Уже тут, наверное, мне кажется, от меня офигели. Все, давайте с вами прощаться. У меня еще трени, друзья мои. Была рада вас всех видеть, слышать. Даже тех, кого была не рада, все равно рада. До новых встреч. Я где-то сделаю еще скоро прямой эфир. Вот. Потому что все, у меня есть возможность выходить в прямые эфиры. Буду делать чаще. Выйду с мужа, может быть, сделаю с кем-то совместно прямой эфир. Прикольный. Короче, посмотрим. Буду дальше радовать вас своим контентом, своими путешествиями, своими фотографиями, образами интересными.